Продолжение следует... По ровной усеянной сосновыми иглами земле, через темный высокий лес до того места, где сквозь стволы просвечивала светлая стена каменоломни Хайнштока, и откуда открывался вид, словно на картинах XV века. При других обстоятельствах Шефальду показались бы приятными легкие тени сосен на возвышенности, сами сосны. Но так как здесь был единственный опасный участок пути, он не обращал на них внимания, а быстрым шагом продвигался между стволами деревьев вперед, и только там, где они кончились, остановился, чтобы осмотреть склон, который теперь полого спускался перед ним. Он задумался, как быть дальше? Просто продолжать путь, пока где-нибудь не остановят? Он был растерян и в то же время почувствовал облегчение. Подумал даже, не повернуть ли назад. Что-то здесь было не так. Шефальд закурил сигарету. С чувством облегчения он стал внимательно рассматривать дальний ландшафт. За серо-зеленым склоном следовали гряды холмов, покрытые полями и лугами. К югу они спускались, образуя низину, в которой лежала деревня Винтерспельд. Неуклюжие белые дворы, только благодаря отдалению и свету, связанные в единое целое. Хотя он не был к этому готов, но отреагировал мгновенно, немедленно поднял руки, едва услышал сухой жесткий щелчок, металлический звук и команду «руки вверх», произнесенную твердым и в то же время пронзительно высоким голосом. Теперь Шефальд понял, откуда донеслась команда, ибо увидел каску, лицо, плечи, направленный на него ствол винтовки совсем недалеко, всего в 20 или 30 шагах от того места, где он стоял. Райдель не стрелял с тех пор, как вернулся из России. В марте его из-за желтухи отправили с русского фронта в Вестфалию, в лазарет резервных войск, оттуда перевели в Данию. Отправку в новую дивизию, формировавшуюся в Дании, он организовал себе сам. Старые оберы и фрейтеры вроде него знали, как пристроиться к нужному эшелону. В последнее время он часто приходил в состояние, которое, он, правда, этого не знал, называется депрессией. Солдаты из его части и начальники часто видели, как он берет оружие на изготовку. При этом им всякий раз казалось, что он тренируется. Одержимость стрельбой и долгий вынужденный перерыв, когда у него не было возможности стрелять, этим просто и естественно объясняется, почему Райдель в первый момент испытывал сильное искушение сделать так, чтобы человек, стоявший наверху на склоне, откинул копыта. Превратить его в решето. Поскольку обер-ефрейтер Хуберт Райдель был снайпером высшего разряда, он получил современный карабин с автоматическим действием, один из немногих, выделенных на дивизию. Ему безумно хотелось разрядить, наконец, весь магазин одной единственной очередью. Не скоро ведь представится еще такая возможность. На этом участке фронта было полнейшее затишье. Возможно, тут никогда ничего не произойдет. Никто не притянул бы его к ответственности за такой поступок. Райдель ничем не рисковал, если бы убил неизвестного. Необычная внешность последнего лишь несколько отодвинула осуществление его плана. В 1939 году он допустил единственный промах за все время службы в армии. В общем-то, пустяк, которого, однако, было достаточно, чтобы на него подали рапорт. Его наказали. Две недели строгого ареста. И, видимо, что-то записали в его документы. Сделали какую-то пометку. Только так и можно объяснить, почему он до сих пор не стал унтер-офицером, фельдфебелем. Солдат его квалификации после семи лет службы обычно становился оберфельдфебелем, командиром взвода. В конце концов, он только выполнит свой служебный долг, доставив подозрительного субъекта на командный пункт батальона. Чрезвычайное происшествие на посту, с которым он образцово справился, могло решить исход дела в его пользу. Особенно в случае, если человек, которому он крикнул, чтобы тот спускался вниз, да еще с поднятыми вверх руками, действительно окажется шпионом. Мужчина не был ни толстым, ни старым. Он был просто массивным, при этом мускулистым, сильным. Райдель наблюдал, как он быстро, упругим шагом, шел вниз по склону. Лицо его было красным, здоровым. Он носил английские усики, которые бывают только у определенного сорта господ. Руки он держал поднятыми таким образом, будто делает это ради собственного удовольствия. Он шел, улыбаясь, и потому походил на человека, отправившегося на веселую прогулку. Райдель одним прыжком выскочил из окопа. Взгляд его говорил все то же. Но скоро этому шпику будет не до смеха. Он молниеносно выскользнул из своего окопа. Серозеленая, присмыкающаяся, превратившаяся затем в низкорослого худого человечка, однако при всей своей ничтожности, столь же твердого, решительного, столь же неумолимого, как короткий ствол оружия, нацеленный словно стрела на него Шеффольда. Первый, вполне естественный, испуг не проходил, превращаясь в устойчивый страх. Шеффольду пришлось взять себя в руки, чтобы не повернуть назад, не побежать. Он пошел вниз. Другого выбора не было. Хотя он еще не мог видеть глаз Райделя, он понял, что попал в ловушку. Человек, отправившийся на прогулку, к тому же имеющий поручение обеспечить сохранность художественных ценностей, снабженные для этой цели соответствующими документами, представляется офицеру, который вовлекает его в беседу. Вот как Шеффольду рисовалось его появление у Динклага. Но Динклага настаивал на том, что он должен прийти через передовую, сказал Хайншток. Шеффольд воспротивился этому требованию, но Хайншток сказал, поймите же, майору нужны доказательства. Этот человек из каменоломни походил на те минералы, которые он иногда ему показывал. Был тверд, не менялся. Еще более неподвижными и бесчувственными, чем кристаллы или аммониты Хайнштока, показались Шеффольду желтые глаза Райделя, когда он их увидел. Однако, подходя к нему, Шеффольд продолжал улыбаться. Он заставил себя сохранить улыбку. Остановившись, он сказал дружелюбнейшим тоном, «Я мирный человек». «Заткни глотку», — рявкнул солдат. «Если кто-то утверждает, что он мирный человек, значит, наверняка никакой он не мирный». Но Райдель даже не разозлился на этого типа за то, что тот крутит ему мозги. Держа карабин на изготовку, он левой рукой обыскал незнакомца. Оружия у него не было, в том числе и в плаще, который Райдель снял с его плеча и небрежно бросил на землю. В заднем кармане брюк торчал бумажник. Райдель решил вытащить его, и как раз в этот момент услышал певучий звук, высокий, металлический, и пока еще очень далекий. Он шагнул назад. «Истребители-бомбардировщики», — сказал он. «А ну, ложись!» Шеффольд смотрел, как солдат исчез в своем окопе. Серо-зеленое, присмыкающееся. Он остался стоять. Он знал, что это такое. Однажды в хижине Хайнштока под каменоломней он уже пережил налет американской авиации. «Эй, ложись! Я кому сказал?» Шеффольд услышал в его голосе не только злобное шипение, но и озабоченность. Этот человек и сам подвергался опасности, если люди в кабине самолета заметят Шеффольда. Он использовал ситуацию. «Могу я теперь опустить руки?» спросил он, глядя на Райделя, сверху вниз, в прямом и переносном смысле. Но, не дожидаясь ответа, все же бросился на жесткую траву возле окопа. Трава и земля пахли хорошо, чем-то сухим и диким. С конца сентября не было дождей. Стояли дни, словно сотканные из голубой первозданной меланхолии, приправленные ароматами этих склонов. Заткни глотку. Он не ожидал таких слов, но уже начал улавливать их смыслу. Чувство, что он совершил величайшую ошибку, не проходило. Все получилось не так, как было предусмотрено. План Динклаге не учитывал, что он может попасть в руки такого типа, как этот солдат. Он посмотрел, как солдат подтянул и втащил к себе в окоп его светлый плащ, после чего стал совершенно незаметным. Абсолютная мимикрия. Лежа на животе, чтобы летчики не увидели белую рубашку, Шеффольд заставил себя повернуть голову и следить за самолетами. Он решил больше не поддаваться страху, как тогда в хижине Хайнштока. Испытание, которым он хотел себя подвергнуть, не состоялось, потому что самолеты не пролетели над склоном, на котором он лежал, а прошли гораздо восточнее. Они стремительно промчались над дорогой, ведущей из Бляй-Альфа в Винтерспельд. Три светло-серые, сверкающие на солнце, хищные рыбы, промелькнувшие в сияющем аквариуме этого октябрьского дня. Еще когда самолеты проходили над деревней Винтерспельд, Шеффольд подумал, не стоит ли воспользоваться воздушным налетом и сказать этому солдату в окопе какие-то слова, которые подтверждали бы, что он тоже немец, человек, принадлежащий к немцам. Но ему вдруг стало ясно, что всякая попытка завязать с ним более дружеские отношения бессмысленна. Самолеты с пронзительным воем пронеслись над дорогой и скрылись из виду. Они не стреляли. Этому типу повезло. Через некоторое время Райдель вылез из окопа, швырнул Шеффольду плащ и сказал, а ну вставай. При этом голос у него был такой же злой, как и глаза. Потрудитесь не называть меня на ты, сказал Шеффольд. Он взял свой плащ, медленно и аккуратно поднялся. И тут же упал на колени, потому что Райдель ударил его сзади ногой. Вот что бывает, когда шпики вроде тебя разевают пасть, сказал Райдель. Он не собирался давать ему пинка. Необычная уверенность в голосе Шеффольда подсказывала ему, что не следует заходить так далеко, но он не смог сдержаться. Поднявшись, Шеффольд сказал, «У меня назначена встреча с командиром вашего батальона майором Динклага». Он приподнял манжет, посмотрел на часы. «В двенадцать часов. Теперь будьте любезны отвезти меня к нему. И если вы будете продолжать говорить со мной на ты, оскорблять словами или действиями, то я пожалуюсь на вас». «Вы можете доказать, что вызваны к командиру?» спросил Райдель, делая последнюю попытку показать свою строптивость. «Я не вызван к нему», сказал Шеффольд. «Нам надо посовещаться». Он вытащил свой бумажник и, достав письмо института Штеделя, протянул Райделю. Институт уполномочивал его произвести регистрацию произведения искусства в округе Прюм и по договоренности с местными военными комендатурами и гражданскими органами управления обеспечить их безопасность. Про себя он молил Бога, чтобы солдат не потребовал у него сам бумажник. В бумажнике лежит несколько долларов и бельгийских франков. Это было безумие не вынуть их перед тем, как отправиться сюда. Он вообразил, как присвистнет сквозь зубы этот парень, если их обнаружит. Райделю до смерти хотелось посмотреть, что в бумажнике. Какой он был идиот, что оставил его этому типу и все из-за того, что появились самолеты. Тогда в окопе ему как раз бы хватило времени спокойно посмотреть, что он там прячет. А вот теперь доктор Бруно Шеффольд, памятник искусства. Дерьмо. Именно ему он дал сапогом взад. Да, у него сегодня явно плохой день. Все в порядке, сказал он и протянул письмо Шеффольду. В одном отношении он был вполне доволен. Письмо являлось оправданием для того, чтобы отвезти Шеффольда прямо к командиру батальона. В это время дня он мог добраться до канцелярии без помех. Его бы никто не остановил. Арава еще была на утренних учениях. Конечно, надо приготовиться к последствиям. Командир роты, Оберфельдфебель, наверняка устроит ему выволочку, когда узнает о его самоуправстве. Но он может теперь таинственно сослаться на документы, которые были у этого человека. Представляя себе этот разговор, Райдель невольно рассчитывал на то, что его покроет сам шеф. Он не мог бы объяснить, почему считал, что майор возьмет его под защиту. Письмо было пустяковое, ничего не означало, вообще не имело никакого отношения к командиру. Но этот человек, Шеффольд, кое-что значил, и он не врал. Исключено, чтобы он соврал. У него действительно есть договоренность с командиром. Райдель безошибочно разбирался, когда человек врет и когда говорит правду. Что может командир обсуждать с этим господином, появившимся из-за линии фронта со стороны противника, с этим насквозь подозрительным, даже более чем подозрительным субъектом. Райдель не стал терять время на раздумья. Повесив карабин через плечо, он подал Шеффольду знак следовать за ним. Райдель многого ждал от своего появления перед лицом начальства. Вот он явится туда, напомнит о своем существовании и продемонстрирует своим поведением внешним видом, всей своей выправкой, что он образцовый солдат. В логово льва его вело не мужество, а страх. Возможно, сдав Шеффольда командиру батальона, он ничего не добьется. Следовало даже быть готовым к тому, что батальонный фельдфебель даст ему нахлобучку за то, что он ушел с поста. Но если Шеффольд не лжет, то можно рассчитывать, что командир оборвет фельдфебеля. Райдель уже отчетливо слышал, как он говорит, ладно, камерер, он действовал правильно. Почему вы здесь один? спросил Шеффольд. Он удивился самому себе. Несмотря на пинок, он пытается завести дружеский разговор. Он снова попытался нарушить молчание, показав на железный крест первого класса украшавший мундир Райдель. Райдель не удостоил его ответа. Когда он слышал подобного рода вопросы, ему приходило на ум только слово «выведывать» результат казарменного обучения, действия в соответствии с разделом соблюдения секретности устава сухопутных войск. Они выбрались на дорогу. Теперь они шагали рядом. Райдель шел очень быстро, но Шеффольд не отставал. «У моего отца был такой же. Где вы его получили?» «Россия», неохотно ответил Райдель. «Мой отец получил его в семнадцатом году во Фландрии. Когда мой отец в восемнадцатом году вернулся домой, сказал он, он говорил, что воин больше не будет. Он вовремя сообразил исказить слова отца. Отец всегда говорил, «Такой войны, как это не должно больше быть никогда». Что заставляло его снова и снова заговаривать с человеком, который ударил его ногой? Только стремление прервать злобное молчание или страх перед ним? А ваш майор кавалер рыцарского креста. Ваш батальон, по-видимому, принадлежит к отборным войскам? Много он понимает. Три роты недоукомплектованы, одни молокососы с винтовками образца 38-го года. Большинство недоумки млеют от восторга, что попали на войну. Эти дадут себя загубить. Тяжелым оружием и не пахнет ни танков, ни противотанковых орудий. По ротам ходила легенда, что командир с трудом заполучил несколько станковых пулеметов. В общем, самый жалкий пехотный батальон, который когда-либо попадался Райделю. Хотя шеф и навел в нем порядок, все же это было стадо из каменного века. Скоро они будут дубинами нас вооружать, сказал как-то Райдель фельдфебелю Вагнеру, показывая на винтовку образца 98-го года у одного из рекрутов. Будьте осторожны, не болтайте лишнего, ответил Вагнер. Теперь главное, чтобы кто-нибудь из начальства не перебежал ему дорогу, например, фельдфебель Вагнер или оберфельдфебель. Эти прямо сходу начнут затаптывать его в грязь. Как вы смели самовольно отлучиться с поста? Вы должны были ждать, пока вас сменят, и передать этого человека ответственному за боевое охранение. Неслыханное нарушение дисциплины. Я вас отдам под трибунал, Райдель. И, конечно, они заберут у него пленного и сами отведут командиру батальона. Он должен из кожи вон вылезти, сделать все, что возможно, лишь бы помешать этому. К счастью, Райделю не надо проходить мимо командного пункта своей роты, чтобы добраться до дома, где размещается штаб батальона. А ну пошевеливайся, а то опоздаем. Неслышно вздохнув, вынув руки из карманов, поправив правой рукой плащ, висевший на плече, Шеффельд стал размышлять о том, что вот он наконец входит в деревню Винтерсперльд. До чего же, однако, пустынные, безжизненные здешние места? Где, черт побери, крестьяне, солдаты, обитатели этой большой деревни? Время от времени появлялись люди в мундирах, то у ворот какой-нибудь усадьбы, то в тени двора. Из лавки единственной, которую он увидел, вышла женщина и скрылась в боковой улочке. Мимо двух котят, игравших на крыльце дома, он пройти не мог. Шерсть их поблескивала на октябрьском солнце. У одного переливчатая в черно-серую полоску, у другого той же окраски по спине проходила еще светло-рыжая полоса. Котята гонялись друг за другом по ступенькам, обнимались, нападали друг на друга нежно, бесшумно. Им было месяца подва. Шеффельду удалось взять на руки молодого кота такого же голубоглазого, как и он сам. Он ожидал окрика Райделя, чего-то неприятного, произнесенного неприятным тоном, свойственным этому человеку. Но когда он обернулся, все еще держа кота на руках, то увидел, что Райдель, наверное, он тоже обожал кошек, глядит на животное словно в трансе. Неужели при виде этого существа у него пробудилось чувство человечности? Усомнившись в этом, Шеффельд спустил с рук котенка, которому обязан был тем, что на сей раз не раздалось обычного окрика. Продолжая путь, он представил себе, как зимой две большие кошки, точнее, кот и кошка, брат и сестра, запоршивившие, голодные, хищные будут бродить по развалинам Винтерспельта. Канцелярия батальона. Потрясающе, как все здорово получилось, а ведь казалось почти невероятным, что все пройдет так гладко. Теперь будет несколько неприятных минут, но с этими жлобами в канцелярии он уж как-нибудь управится. Райдель резко постучал в дверь, за которой слышался стрек от пишущей машинки и сразу же открыл ее. Он знаком велел Шефальду подойти и стать у стены справа от двери, отметил, что в канцелярии полно народу. Все они повернули головы к нему и к Шефальду. Райдель вытянулся по стойке смирно и устремив взгляд на Фельдфебеля отрапортовал. Обер-Ефрейтор Райдель вторая рота привел штатского. Этот человек появился из-за окопов и утверждает, что на 12 часов у него назначена встреча с господином майором. Вы хотите сказать, Райдель, что самовольно отлучились с поста? Мне ничего не оставалось, выпалил Райдель. Прошу господина штабсфельдфебеля принять во внимание, что сегодня невозможно было связаться ни с кем из вышестоящих начальников. Кроме того, он рискнул, продолжая стоять по стойке смирно, сделать головой кивок в сторону Шеффельда. Этот человек предъявил невызывающие сомнения документы. Аргумент относительно невозможности связаться с вышестоящими начальниками пришел ему в голову как раз вовремя на улице. Этому доводу просто цены не было. В глазах Каммерера он увидел недовольство. Тем временем Шеффельд принялся рассматривать портрет Гитлера, висевший на стене за спиной Каммерера. Гитлер был изображен в виде рыцаря на лошади. Прямо перед собой он держал меч, руки его лежали на рукоятке меча так, словно он приготовился к молитве. И из рыцарских доспехов XII века выглядывало озабоченно серьезное лицо. Это было лицо палача, старающегося походить на почтового служащего. Какой-то болван-художник решил придать именно этой голове форму и краски, характерные для изображения рыцарских ритуалов и доблестей, посвящение в рыцаре, умеренность, служение даме, возвышенная любовь, верность и христианское милосердие. Это была самая скверная шутка, которую когда-либо видел Шеффольд. Лишь потом он обратил внимание на четырех людей в мундирах, сидевших друг против друга за двумя составленными вместе столами. Сначала они повернули лица к нему и только спустя секунду к солдату, который как раз отдавал рапорт, так что теперь он наконец узнал его фамилию. Он вздрогнул от неожиданности, когда камерер обратился к нему. А вы? Как вы собственно оказались у наших окопов? Меня зовут Шеффольд, сказал Шеффольд, отделяясь от стены и слегка кланяясь. Доктор Шеффольд, я живу в Хэмеросе. Могу я просить вас доложить обо мне господину майору Генклаге? Если он сочтет нужным, он наверняка сообщит вам все, что вас интересует. Мне он не сказал, что живет в Хэмеросе. Если он живет в Хэмеросе, то как же он познакомился с Шефом? А делал вид, будто знаком с ним, болтал о рыцарском кресте. Как он мог договориться с ним о встрече? Хэмерос отрезан, находится на ничейной земле. Никто из наших никогда туда не ходит. Как же все это получается? «Тут что-то не так», подумал Райдель. Но его размышления были прерваны, да и штабсфельдфебель не успел осуществить свое нехотя принятое решение войти в кабинет Динклага и доложить о Шефальде, ибо дверь открылась и появился майор. Какой-то миг он стоял опираясь на палку, потом совершенно запросто подошел хромая к Шефальду, протянул ему руку и сказал «Господин доктор Шефальд, не так ли? Рад с вами познакомиться, проходите ко мне». Оба господина обменялись рукопожатиями. Вот теперь-то и вышло наружу, что они друг друга в глаза не видели и все же условились о встрече. С какой целью и каким образом Шеф условился о встрече со штатским, появившимся со стороны противника на передовой у окопов? Очень уж все это подозрительно. Каммерер, не задумывавшийся над тем, откуда к его шефу приходят посетители или просто не сомневавшийся, что всегда сумеет это разузнать, остановил Дин Клага, пока тот не исчез еще вместе с Шефальдом в своей комнате. «Господин майор», сказал он, «Обер-рефрейд Райдель осмелился отлучиться с поста, чтобы доставить сюда Дин Клага повернулся к штабсфельдфебелю. «Ладно, каммерер», сказал он, «На сей раз в виде исключения обер-рефрейд действовал правильно. Позвоните в роту и сообщите об этом». Все вышло так, как он и думал. Оберфельдфебель и Вагнер сдохнут от злости. Тем не менее, Райдель признался себе, он не рассчитывал, что все пройдет так гладко. Не потому ли все прошло так гладко, что и другие хотели этого? Словно вспомнив вдруг что-то, Дин Клага снова остановился. «Райдель останется здесь», сказал он камереру. «Потом он отведет господина доктора Шеффельда к тому месту, откуда его привел. Он знает это место». «Слушаюсь, господин майор», сказал камерер. «Райдель скорее почувствовал, чем увидел жест Шеффельда, потому что взгляд его, как и взгляды всех остальных, был устремлен на Дин Клага. Но он заметил протестующее движение руки и приготовился к тому, что сейчас незнакомец начнет возражать. Но Шеффельд ничего не сказал, видно, передумал. «Мы будем заняты час-полтора. Позаботьтесь, чтобы нам принесли поесть», сказал Дин Клага своему штабсфельдфебелю. Затем, прикоснувшись к руке Шеффельда, предложил пройти в кабинет и закрыл за собой дверь. «Возьмите себе стул», сказал камерер. Райдель снял с плеча карабин, аккуратно поставил в угол между стеной и шкафом, так, чтобы карабин не мог упасть, пододвинул себе стул и сел рядом со своим оружием. Сидел он очень прямо, глядя перед собой, а четыре канцелярских оболтуса снова принялись за работу, не обменявшись, как ни странно, ни словом. Кроме стрекотомашинки и шелеста бумаги ничего теперь не было слышно. Шеффельд звали его. Доктор Шеффельд, так было написано на той бумажонке, которую этот хлыщ всунул ему под нос там, наверху, на позициях. И так он назвался, когда пришел сюда. Вспомнив имя, Райдель почувствовал облегчение. На тот случай, если когда-нибудь станут допрашивать о визите этого странного клиента к командиру, неплохо будет назвать его имя. Райдель не стал раздумывать, почему вдруг пришла ему в голову мысль, что его станут допрашивать. Слово допрос просто возникло в его сознании как звук, пока еще отдаленный. Расскажите-ка нам по порядку, как все было, когда вы привели этого человека к майору Динклаге. Он отчетливо слышал эту фразу. Сидя, словно аршин проглотил и, глядя в одну точку, Райдель сосредоточенно обдумывал, не лишит ли его Шеффольд шанса безупречно выполнить задание командира, непосредственно данное ему, ничтожному маленькому обер-ефрейтору. Но, может быть, там, за дверью, этот тип уже так основательно выпачкал его грязью, что ни о чем подобном не может быть и речи, и его вызовут туда в лучшем случае, чтобы дать взбучку. Камерер, пусть войдет Райдель. Райдель уже стоял на готове, перекинув автомат через плечо. Закройте дверь, сказал майор. Поворот кругом, намеренно беззвучный, и снова поворот кругом, маленький солдат. Глаза буравчики в упор глядят из-под каски, заляпанные для маскировки краской неопределенного цвета. Как я слышал, вы плохо вели себя в отношении господина доктора Шеффальда. Ну вот, началось все-таки. Он молчал. Отвечать он обязан только на вопросы. Это верно, что вы запрещали ему разговаривать и называли бранными словами. «И это все? Если не всплывет пинок, то все еще не так страшно. Я принял этого господина за шпиона, господин майор». Это была единственно правильная тактика. Не отпираться, не искать отговорок, а признать ошибку. Это может вызвать понимание. Неподвижный взгляд Райделя был устремлен на командира, но это не мешало ему краешком глаза наблюдать за Шеффальдом. Вполне возможно, что тот как раз и разворачивает свое тяжелое орудие. Может, свой козырной туз он выложит в самый последний момент. «Господин доктор Шеффальд находится под моей защитой», сказал Дин Клага. «Вы отведете его теперь туда, где его встретили». «Надеюсь, что по дороге вы будете обходиться с ним самым корректным образом. Вам понятно?» «Слушаюсь, господин майор». «Значит, выгорело». «Отлично! Если этот тип ничего не сказал о Пинке и ничего не скажет, то, пожалуй, с ним стоит обходиться прилично». Дин Клага вышел в канцелярию. Райдель последовал сразу за ним. Шеффольд вышел только тогда, когда понял, что на этом все кончено. Дин Клага обратился к камереру. Райделю дано поручение переправить через передовую доктора Шеффольда. Доктор Шеффольд живет в Хэмерессе. Есть, господин майор?» «Я упустил все, ну, буквально все возможности отвязаться от этого страшного человека», подумал Шеффольд. «Даже когда майор упрекнул его за то, что он оскорблял меня, я еще имел возможность сказать про пинок или когда эта гадюка прошипела, что приняла меня за шпиона. Но потом вдруг все возможности исчезли. Между майором и этим солдатом происходило что-то, во что мне уже не позволено было вмешиваться. Уже было слишком поздно. Ах, да что там все это отговорки. Мне следовало грубо вмешаться. Когда речь идет о вещах невыносимых, можно ничем не считаться. Решительно и безапелляционно я должен был возразить против того, чтобы этот субъект меня сопровождал. Но столь же невыносима для Шеффольда была мысль, что он еще и сейчас мог пустить в ход аргумент, который помешал бы обер-ефрейтору Райделю стать его провожатым. Хорошее воспитание, воспитание в доме образованного немецкого бюргера и чувство формы, чувство, побудившее его заняться изучением истории искусств, сыграло с ним злую шутку. Они были сильнее, чем страх. Желаю вам благополучно добраться до Хэммереса, господин доктор, сказал майор и пожал ему руку. Шеффольд предпочел бы уйти молча, но это было невозможно из-за устремленных на него взглядов. Шеффольд вынудил себя улыбнуться. «Прощайте, господин майор», сказал он. Они разыграли спокойное, беззаботное прощание. Этот райдель снова распахнул перед ним дверь, снова пропустил его вперед. Он проявил даже нечто вроде учтивости, хотя и не совсем такой, как по отношению к майору, но все же он чуть-чуть подобрался, как и положено по отношению к штатскому, с которым приказано обращаться самым корректным образом, при том на глазах у того, кто отдал такой приказ. Вот так запросто, как бы между прочим, упомянуть о Хэммересе в этом и заключался трюк. Но с ним, райделем, такие штуки не проходят. Говорят, что и среди офицеров бывают предатели. Но так открыто они этим наверняка не занимаются. Командир должен был совсем уж спятить, чтобы встречаться с вражеским шпионом у себя в канцелярии. И вообще провалиться ему на этом месте, если майор Динклаге предатель. И что, собственно, было командиру обсуждать с человеком, который появился на передовой со стороны противника? Доктор Бруно Шеффольд. Памятники искусства. Со смеху сдохнешь. Какая жалость, что он сегодня утром упустил возможность порыться в его бумажнике. Может, как раз там и спрятано то, что ему требуется. Тогда уж он бы их раскусил. Да, тут явно дело не чисто. Проникнуть в эту тайну было бы здорово, но только в том случае, если бы он мог использовать это в своих целях, не устраивая большого шума. Втихую, украдкой, осторожно. Он не идиот. Во-первых, надо еще прикинуть, на руку ли ему это устраивать шум. Даже в том случае, если бы под угрозой оказалась безопасность армии, если бы выяснилось, что клиент на самом деле шпион, тайный агент, с которым сотрудничает их командир, сотрудничает с предательскими намерениями, даже в таком случае, он, Райдель, не побежал бы, как последний дурак, и не стал бы устраивать шум. Нет, что бы ни обнаружилось, если вообще что-то обнаружится, все должно оставаться между ним и шефом. Даже и представить нельзя, какие шансы открылись бы у него, Райделя, если бы оказалось, что у Динклага рыльце в пушку. Нет, не может быть, что бы ему так подвезло. На безопасность армии ему плевать, с безопасностью все равно покончено. Теперь конец не только безопасности, но и самой армии. Достаточно поглядеть на эту часть, куда его забросило. Майор может хоть и с кожи вон лезть, чтобы заставить эту ораву подтянуться, все его старания коту под хвост. Если начнется заварушка, пропадет она, эта 416-я пехотная, как пить дать. Максимум, что с ней еще можно сделать, это сгубить в боях. И сделают это те, кто поставил на карту безопасность армии, при том уже давно. Вот почему теперь главное обеспечить собственную безопасность. Старые обер-ефрейторы вроде него знают, как смыться с передовых рубежей, тем более с неумело выбранных позиций, прежде чем начнется заваруха. Старые обер-ефрейторы не дают себя бессмысленно загубить. Они своевременно рвут когти. А Шеффальд весь этот день думал об одном, о той минуте, когда он наконец избавится от Райделя. Этот Райдель вел себя теперь корректно. Был ли он по-прежнему враждебно настроен, как утром, как с самого начала, разобраться в этом Шеффальд не мог. Может быть, он мрачен просто от того, что вынужден вести себя хорошо? Интересно, кто я для него такой, подумал Шеффальд. У меня в бумажнике бельгийские франки, доллары, письмо Динклага. Если он решит обыскать меня, я пропал. И Динклага тоже. Я не смогу ему помешать, я не смогу воспротивиться. Он остановился прямо посреди дороги, вынудив тем самым остановиться и Райдель. Если еще была возможность объясниться с Райделем, то только здесь, на дороге, пока они не добрались до склона. Я передал вашему командиру ценные сведения, сказал он. Это вы можете себе представить? Он не подозревал, что Райдель всегда точно знал, когда ему врут, а когда говорят правду. Тому, что Шеффальд передал его командиру ценные сведения, он абсолютно не поверил. Я себе вот что могу представить, сказал Райдель. Чешите-ка вы отсюда да побыстрее, не то я вам помогу. Это было уже слишком. Пожалуй, в такое бешенство Шеффальда привели слова да побыстрее, но он снова постарался умерить свою ярость. они дошли до конца дороги и двинулись по склону горы. На всем пути вверх они встретили только ефрейтора Шульца, который стоял в своей стрелковой ячейке. Райдель остановился и сказал, приказано перевести на ту сторону, дело совершенно секретное. Угу, промычал Шульц. Вот они, эти слова, мысленно произнес Шеффальд, совершенно секретно. Так следовало говорить с самого начала, чтобы произвести впечатление на Райделя. Это действительно совершенно секретное дело, сказал он. Как вы сразу не поняли? Ему казалось, что он еще что-то должен наверстать. Даже теперь, когда уже видел макушки сосен, под которыми стоял в одиннадцать часов утра. Шпионская морда, как все сразу вылезло наружу. Совершенно секретное дело. Может дать ему хорошую оплеуху? Они подошли к окопу Райделя. А ну пошел, сказал Райдель. Мотай отсюда, ты, шпик. Он сделал резкое движение головой вбок и чуть вверх. Шеффельд не мог этого так оставить. Не мог ни при каких обстоятельствах. Он не мог не отреагировать, остаться безразличным. Пусть даже это не имело теперь никакого значения, потому что через минуту он окажется наверху под соснами. Он мрачно посмотрел на Райделя. И тут его охватила ярость против Динклага. Этот Динклага навязал ему такое чудовище. Он сунул руку в карман брюк, вытащил бумажник, нашел десятидолларовую купюру, весьма потертую, и протянул ее Райделю. Вот, сказал он, за ваши не слишком любезные услуги. Он посмотрел, как рука автоматически протянулась за банкнотой, повернулся и пошел на ходу пряча бумажник. Было легко и удобно ступать по короткой траве склона. Она приятно шуршала под ногами. Он шел вверх. шел несколько медленнее, чем утром, потому что дорога вела в гору. Склон был пологим. Шеффельд не считал шагов, его не интересовало, каково расстояние до сосен. Зато это интересовало Райделя. Тридцать метров, сорок-пятьдесят шагов. И вот Шеффельд уже под первыми зелеными зонтами. Легкие тени в этот светлый предвечерний час. Господи, да ведь я боялся, подумал он. Я весь день боялся, а теперь я больше не боюсь. Я свободен. Свободен. В тишину прекрасного безветренного октябрьского дня громко ворвался сухой металлический звук рычага, передвинувшего первый патрон из магазина в ствол автомата. Прежде всего Райдель вытащил бумажник, стал рыться в нем, методично искать. Нашел письмо. Один уголок письма был разлохмачен пулей. Он вскрыл конверт и понял. Майор Динклага написал письмо американскому офицеру. Как много крови. Он не представлял себе, что будет столько крови. Он вытер руки о траву, спрятал бумажник и письмо. Коробчатый магазин улучшенной модели карабина, принадлежавшего Райделю, был заряжен не полностью. Он содержал лишь двенадцать патронов. О воздействии на живое человеческое тело, вонзающихся в него двенадцати пуль с остальной оболочкой. Мы не знаем ничего, кроме того, что если они вылетают из ствола карабина, тщательно прицеливавшегося, едва заметно поднимающего свое оружие снайпера высшего класса, и рассеиваются по всему телу от головы до живота, то ведут к немедленной смерти. Так что, как принято говорить в таких случаях, Шеффольд не страдал. Может быть, он пережил момент безмерного удивления, почувствовав, что в нем вдруг запылало сразу двенадцать огней. Но момент этот был столь краток, что он наверняка не успел ощутить, как удивление превращается в боль. неслыханно повезло Хуберту Райделю. У шефа действительно оказалось рыльце в пушку. Вот теперь-то он, Райдель, покажет ему, где раки зимуют. нет нужды описывать, что извлек Райдель из этой ситуации. Ее легко себе представить. Вероятно, он извлек даже чин унтер-офицера. Может быть, они пошли на компромисс. Райдель вручает Дин Клага письмо и за это получает чин унтер-офицера и переводится в другую часть. Возможно, конечно, что встреча Дин Клага с Райделем проходила совсем по-другому. Может быть, Дин Клага велел на месте арестовать Райделя, потом пошел в свой кабинет, написал короткий рапорт полковнику Гоффману и застрелился из пистолета. Предположение. Мы не решаемся остановиться ни на одном из них. Выберите, какое покажется вам наиболее достоверным. и застрелился. Продолжение следует... и застрелился.